ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИМУЛЯНТ Привет, Тимоха! Домашку? Идите, идите, я вас догоню. Нет. Я думал у тебя списать. Как не сделал? Сегодня на проверку. Ещё и контрольная. Мне конец. Дружок, ты в школу не опоздаешь? Что с тобой? У меня голова просто раскалывается и горло болит. Так в школу не пойдёшь. Надо лечиться. Ура! Свобода! Телек! Игры! Развлекуха! Мам, а ты чего? На работу не идёшь? Конечно, не иду. Кто же тебя лечить будет? Померяй температуру. Тридцать шесть и шесть. Есть! Ну, что там у нас? Ого! Тридцать семь и пять. Сынок, быстро в постель. Температура понизится до четырёх-шести градусов ниже нуля. Местами до девяти градусов ниже нуля. Ты что здесь делаешь? У тебя постельный режим. Дружок, почему ты не в кровати? Гвоздь мне в кеды! Дружок! Вот тебе молоко с маслом и содой. Это тебе ни к чему. Фу! Тут пенка! Пей, это от кашля. Скорей бы Генка с Розой вернулись. А полкан говорит. Мухтан, твои знания бесценны. В природе просто нет такой оценки, чтобы их хоть как-то оценить. Ну, наконец-то! Я вас так ждал! Ну, полкан, полканыч, даёт. Дети. Дружок заболел. Ему нужен покой. Мама, но мне скучно. Сынок, быстро в постель. Кому мороженое? Ура! Мне, 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 мне. Дырявый мяч. Отлично время провёл. Гвоздь мне в кеды. Мама! Как ты? 36,6. Сама посмотри, я здоров. Я так рада. Значит, врача вызывать не будем. Может, я завтра уже в школу пойду? Ну, хорошо. Раз я иду завтра в школу, то сейчас можно телек посмотреть? Ах ты, мой маленький хитрец. Можно. Привет, Тимоха! Как перенесли? И контрольную? И сбор тетрадей? Сегодня? Резонанс. Резонанс. Что ж, значит? Жонглирую. А Лиза, между прочим, плачет в соседней комнате. Потому что кое-кто испортил её любимый постер с певцом Димой Полканом. Пририсовал ему рожки. Хе! Ну и что? А она вчера рассказала маме, что я контрольную по алгебре списал. Я же не плачу. Может, пойдёшь? Извинишься? Вот ещё. То есть совести у тебя вообще нет? Нет. И не надо. Ай-ой-ой-ой-ой-ой! Ты кто? Я твоя совесть! А-а-а! Здравствуй, дружок! Не ожидал, что я приду к тебе? А-а-а! Ты кто? Я твоя совесть! А-а-а! Ты обидел Лизу. Надо пойти и извиниться перед ней. Хм, дружок, не вредничай. Просто подойди и скажи. Лиза, прости меня, пожалуйста. Это совсем не трудно. Ты что-нибудь слышишь? Ну, голос какой-нибудь, а? Нет. У-у-у-у-у! Попал так попал, гвоздь мне в кеды. Геночка, братик, выручай! Ко мне совесть пришла! Так что же в этом плохого? Она говорит со мной, понимаешь? Ты должен пойти и извиниться. Я твоя совесть. Я от тебя больше не отстану. Всё понятно. Резонанс. Какой ещё резонанс? Хм, вряд ли ты поймёшь. Это когда твоя совесть входит в резонанс с твоим физическим телом. Настраивается с ним на одну волну. И ты действительно начинаешь слышать её. А как сделать так, чтобы она замолчала? Есть один вариант. Ну? Надо сделать то, о чём она тебя просит. То есть, извиниться. Лиза, это я пришёл, чтобы это... Ну, в общем... Это что такое? Всегда слушай свою совесть. Совесть плохого не посоветует. А ещё помни, совести много не бывает. Попались! Мы хотели как лучше. Как лучше? А так бы ты и не подумал попросить прощения. И никогда больше не подумаю. Ну, прости, братик. Не прощу. Моего десерта больше не увидишь. А ты получай теперь без меня двойки по физре. Дружок, ты так и не извинился перед Лизой. Опять? Так и не извинился. А надо бы. Мари, Маш! Мне кидай. Это не они. Ну, кто? Может, ты вправду как его резонанс? Лизка, я пришёл... это... Ну, в общем, перед тобой извиниться. Хоть ты и ядбедничаешь иногда, но ты мне всё равно дорога. А за постер не беспокойся. Я тебе другой подарю. С Аршавкиным. Он больше в два раза. Во всю стену у тебя будет. Ты ешь, ешь. Шоколадка тебе и была. И это тебе. Ну что, замолчала? Что? Не-не-не, это не тебе. Письмо. Генка! Пляши! Тебе письмо пришло! Из океана! Той! Тоже мне тайное общество. Я и так знаю, что вы мне сюрприз на Всемирный день футбола готовите. Африканские крокодилы живут в дикой природе на берегах болоте... Барбоскин обходит Мостолыгина, обводит эти грии и бьёт поворотом! Двадцатилетний крокодил достигает трёх пяти метров в длину. Дружок, тебе что, заняться нечем? Нечем? Каникуловить! Вот объясни, почему все вокруг заняты делом? Генка наукой, Лиза сочиняет песни, я дежурю, а только тебе одному скучно. Дорогой Гена, пишет тебе акула Лёля из Тихого океана. Мы тут все акулы в океане очень голодные, а кушать нам нечего. Приезжай к нам, пожалуйста, привези что-нибудь покушать. Акула Лёля. Может быть, они и правду голодают? И пишут мне письмо? Дельфины же умеют разговаривать на своём языке. Может, и акулы писать научились? Кажется, я знаю, кто у нас тут акула. Оп, оп, опа, опа, опа. Дружок, где ты взял это письмо? Где-где? В почтовом ящике. Вроде умный, а иногда такие вопросы задаёшь. То есть ты его не писал? Генка, ты перегрелся, что ли? Ага. Ну, хорошо. А я, знаешь ли, не поеду к Тихому океану, пока акулы не пришлют мне второе письмо. Пусть подтвердят, что им действительно нечего есть. Ого! Точно перегрелся. Ах... Я уверен, что это дружок меня разыграл. Вот увидишь. Сейчас он явится и подложит в ящик второе письмо. Тут-то мы его и поймаем с поличным. Тссс! Идёт! А-а-а! А-а-а! Малыш! Попался! Оп, оп, опа, опа! Ха! Посмотрим, посмотрим, что они мне приготовили. О-о-о! О-о-о! А что? Похож! Ха! Акулы голодают. Хм... Так вот он про что говорил. Почему все заняты делом, и только тебе одному скучно? Теперь буду помогать акулам. Малыш, зачем ты написал мне это письмо? Я очень хотел, чтобы ты их покормил. Они бы на Ельсе стали добрыми, и больше никогда никого не кусали. Я бы сам к ним поехал. Меня мама не отпустит. Ребята! 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 Пока! Дружок, ты куда? Я только акул покормлю в океане, и сразу назад. Скажите маме, к ужину буду. Ура! Ура! Дружок, вернись сейчас же. Генка! Я обязательно вернусь! Стой! Я тебе говорю! Ха-ха-ха! Лиза, малыш, помогайте. Тащите его. Тащи его, Лиза. Отпусти! Там же акулы голодают! Никто там не голодает! Как не голодает? А как же письмо? Вот, у него спроси. Ха-ха! Ну, малыш, устроил же ты нам представление. А если бы я действительно в океан улетел? Мне тут письмо пришло. Такое странное. Дорогая мама, приезжай к нам в Африку и покорми нас, пожалуйста. А то мы голодные. Африканские крокодилы. Хочу, чтобы крокодильчики тоже стали добрыми. Тридцать-третий ген. Ха-ха-ха! Вам бы с черепахами в футбол играть! И то продуете! Если мяч пойдет по константной под углом тридцать градусов к штанге, значит, по формуле Собачевского надо отбить его с энергией пятнадцать килоджоулей. Ура! Гол! Что и требовалось доказать. Ха! Рано радоваться! Это у тебя случайно получилось! Сейчас супер-мега-футболист дружок Барбоскин восстановит справедливость! Косинус в кубе минус синус тригонометрической производной. Ишь ты, какой умник! Ага, надо изменить пространственное направление кинетической энергии на восемь градусов. Гол! Дружок прииграл! Дружок прииграл! Дружок, ты чего? Гена, умнее меня! Дружочек! Тридцать третий ген? Или как стать умнее? Ну да, журнал научной генке прислали. Гена, Геночка, смотри! Теперь я смогу стать умным и всегда буду побеждать в футболе! Ученые обнаружили, что так называемый тридцать третий ген отвечает за ум и сообразительность. У некоторых псов этот ген отсутствует или ослаблен. Понял! Мне наверняка не достался! Вот ты и обыграл меня! Лаборатория профессора Бобикова разработала специальный состав, который вживляет в организм недостающий тридцать третий ген. Там и формула этого состава написана! Сделаешь его, а? Ну, пожалуйста! 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 Вот стану умнее! Сразу на чемпионат мира махну! По телеку меня покажут! Дружок не знает поражений! Он супермозг нашего футбола! Да, Генка? Ага! А потом, если я такой гениальный, так я и тебе помогу какое-нибудь открытие совершить. Получим с тобой Нобелевскую премию. И в газетах про нас напишут. Спешите прочесть! Дружок Барбоскин изобрел вечный двигатель! Дружок Барбоскин изобрел межгалактический космолет! Дружок решил проблемы сельского хозяйства! Ученые выяснили, кто самый умный пес на свете! Ура! Молодец! Готово! Да, то есть нет, то есть да, но тебе нельзя. Как нельзя? Да, нельзя. А то это, мало ли кем станешь. Я не понял, ты мне брат или не брат? Брат, и поэтому не хочу подвергать тебя опасности. А ну отдай! Ни за что! Я понял! Ты его сам решил выпить, чтобы стать еще умнее! Я его сейчас вообще вылью! Только попробуй! Ген, а ты телевизор починил? А что это было? Тридцать третий ген для ума! Верни мой тридцать третий ген! Малыш, сколько будет косинус в квадрате умножить на три? Не знаю. Хи-хи-хи! Фух, на него не подействовало. Вот еще, буду я ему на такие легкие вопросы отвечать. хи-хи-хи-хи. Девушки отдыхают Пусть будет бал Бал, бал, бал Волшебная музыка Красивое платье Ну вот, все пропало Роза, что у тебя пропало? Все пропало, потому что мне нечего надеть на бал Так ты попроси маму сшить тебе бальное платье Лизка, спасибо, ты меня спасла Пожалуйста, обращайся Лиза, иди сюда У меня новая проблема А теперь что не так? Что я с хвостиками на бал явлюсь? Ну, измени прическу, зови локоны А вдруг мне не пойдет? И буду я там как чучело Хм, пойдем, я б не думала И меня с собой возьмите Гена, есть дело У меня тоже дела, между прочим А у нас семейное дело Ну что там у вас? Помнишь, ты мне на компьютере такую смешную программу показывал Где к лицу можно прически всякие переставлять? Помню Включай компьютер, уозы бал Прическу ей выбирать будем Отличная прическа То, что надо Геночка, спасибо Пожалуйста Кстати, у этой прически отличные аэродинамические свойства Без всяких помех будешь кружиться в вальсе О, но я не умею танцевать вальс Зря старались Генка, тоже мне умник Эй, подождите, есть у меня одна идейка Эй, вы чего? Дружок, ты можешь научить Розу вальс танцевать? Не, я вальс не умею Вот брейк-данс, это запросто Идите у деда, спросите Он должен помнить старинные танцы Дружок, ты идешь с нами Вальс-паунный танец И Озе нужно с кем-то тенироваться Да, да, в молодости был первым танцором на корабле Вальс, видели бы вы, как я его плясал А покажи Хе, можно попробовать Отдать концы? Эх, поцелуй меня, карась Деда, а ты уверен, что это вальс? Ну, это наш такой матросский вальс Здорово, да? Да уж, тогда зачем все это? Платье, прическа Что-то тихо у нас сегодня Мама, папа, спасайте Не плачь, Раученька Попри водички, возьми платочек Розочка, съешь конфетку Что случилось? Мы уже полдня собиваем возу на бал Осталось только научить ее танцевать вальс Вся надежда была на деда, но... Вальс? Так я могу научить Правда? Конечно Мадам, разрешите пригласить вас на танец? Я спасена Папа, давай скорее учиться Хорошо, хорошо, милая И раз, два, три Раз, два, три Роза, а когда у тебя бал? Ой, понятия не имею О, когда-нибудь непременно будет Самое главное, чтобы я была к нему готова Кстати, мне еще принц нужен Поможете раздобыть? Герой в блестящих доспехах О, славный рыцарь в блестящих доспехах На белом коне Ты мой герой Я посвящу тебе песню Эх, хорошо раньше было Надел доспехи и уже герой А теперь как выкручиваться? В магазинах-то доспехов не купишь А чего? Ух ты, бух ты Кровь древних воинов стучится в мою грудь В общем, я теперь вроде герой Ты герой? А чего? Да спехи вон есть Блестящий? Блестящий Значит герой А коня белого я потом достану Да Только коня нам тут и не хватает Дыши Дыши Глубже Тихо Ай-яй-яй, Боня Ты опять спил холодное молоко Ты, малыш, как-то странно играешь Не героически Смотри как надо Сдавайся, кровожадный зверь Или я трублю тебе голову Ты что? Это же Боня Он не кровожадный Он сгущенку любит А ты его обидел Ха Сгущенку он у него любит Ничего Вырастешь, поймешь Этот или этот? Эээ Ты, Ген, какой-то нерешительный Честное слово Мы герои Рубим с плеча Ах ты А ничего так получилось Познавательно Ха-ха Приветствую прекрасных дам Небось, решили песню написать Про мои героические подвиги Это правильно Тоже мне герой нашелся Что в тебе героического-то? Как был разгильдяй Так разгильдяем и остался Раскрой глаза, прекрасная дама Доспехи видишь? Это первый признак настоящего героя Да ты уже надоел со своими доспехами Ты их вообще снимешь когда-нибудь? Настоящий герой никогда не снимает свои доспехи Неужели и в школу в таком виде пойдешь? И пойду Герой я или не герой? Ха-ха Ген Опять ты? Выручай Пришел в школу в рогатой кастрюле Поведение два Кастрюлю и остальные железки Отдам родителям Я говорил, что настоящий герой И все такое А она в новый дневник И сразу Не переживай Все будет чисто, как в аптеке Химия Держи, герой А доспехи сделаешь новые Что у нас кастрюль больше нет? Но это же не честно Разве герои так поступают? Вот, теперь вас в школу вызывают Еще запись в дневнике была Но я ее стер Случайно Стер запись Но все равно решил признаться Мне без доспехов никак Я без них какой-то не герой совсем Конечно, идти в школу в доспехах было... Опрометчиво Да уж Но то, что ты не побоялся во всем признаться Говорит о том, что в тебе и правда есть что-то героическое Правда? Значит, я герой? Без доспехов? Разве такие бывают? Конечно, бывают Был смел и отважен Наш герой Совсем ничего не боялся Пошел И папе признал Салон И маме признался Да ладно вам! Тоже мне подвиг! Тебе не нравится песенка? Нравится, конечно Но настоящий герой Должен быть скромным Прогулка Кто ты? Тьмой ночною скрытый Подслушавший Признания мои Лиза, ты не брала мою розовую кепку? Кто ты? Тьмой ночною скрытый Тут тоже нет Лизка, где кепка? Ночною скрытый Подслушавший признания Лизонька Мне очень нужна эта кепочка Я уже ногти розовым лаком накрасила Кажется, там В ящике под диваном Отвязалась Тьмой ночною скрытый Кто сегодня пойдет со мной гулять? Я не могу У меня репетиция Двужок погуляет А у меня волейбол Генка погуляет А я А у меня У меня очень важно Это Что касается прогулки Понимаешь, малыш? Малыш С тобой будет гулять Роза Ой, не то Роза Сегодня ты пойдешь со мной гулять Ну, Роза Пойдем А где же? На горке На площадке Пойдем гулять Роза А ты не это ищешь Малыш Какой ты молодец Нашел мою кепочку Ой Давай играть в догонялки Малыш, пожалуйста Отдай мою кепочку Догонишь, отдам Малыш, пожалуйста Не догонишь Не догонишь 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Малыш, остановись Ты же хороший мальчик Правильно, Роза Тренируйся А то у тебя два по физкультуре А ты сам Попробуй догони Спортсмен нашелся 200, 201, 202 Это что? Да я тебя в два счета догоню Малыш, остановись Кто ты? Тьмой ночною скрытый Подслушавший признания мои Роза Все равно не догонишь Тебе педикюр бегать мешает Ты что, не видишь? Я же репетирую Ну, ты нашла место Двужок Стой У тебя на ноге моя роль Отдай мою роль О, какая необычная разновидность базальта Похоже на смесь полнокристаллического базальтового типа С вулканическим туфом Отдай гепочку Отдай мою роль Нет, мой базальт Лизка, стой У тебя в ботинке Мое геологическое открытие Не догонишь, не догонишь Стой! Ура! Здорово! Догонялки! Отдай мою гепочку Да я тебя в два счета догоню Отдай мою гепочку Верни базальт Отдай мою роль Милая Смотри Какая у нас дружная семья Все вместе играют с младшим братиком Игромания Геночка, но я же только минуточку поиграл, чтобы отдохнуть А ты не забыл, что если твои уроки не будут сделаны, в воскресенье в кино не пойдешь ни ты, ни я И зачем я взял над тобою шефство? Вот-вот, и шефство взял, и приставку забираешь Жадина Ну-ка, марш делать уроки Это же надо быть таким безответственным И это мой брат Ну что хорошего в этих играх? Сплошной примитив И что здесь интересного? Эй, эй, ты снова меня ударил А ну, получай Генка, гони приставку Я уже сделал уроки Генка, отдай приставку Геночка, тебе в школу пора Да, да, пора Сейчас Вот так И вот так Получай А я тебе с этой стороны Вот так Генка, выходи Острой Острой Давайте возьмем стул Разбежимся и ударим Хорошо? Береги Хе-хе-хе-хе-хе-хе А-а-а Гигантский тролль-людоед Я знал, что ты придешь ко мне с пятого уровня Но еще никто не победил Дикого Мурдалака А-а-а А-а-а Испугался? Несчастный тролль Гена, ты чего? Это же малыш Хочешь меня запутать, дикая шаманка? Попробуй мое новое оружие Магическую молнию Совсем скатушек съехал Генка, очнись А-а, леший острозуб Лучше сохранись У тебя осталось всего две жизни А-а-а Генка, успокойся Пусти, говорю Пусти, шаманка Тебя не пробить мою броню Хватит Сам ты шаманка А-а, можешь не прятаться Леший острозуб Я найду тебя Всех вас найду Всех уничтожу На пятом уровне всех поймаю Смена оружия Яйцо-динамит К бою А-а-а Ой, где я? Почему здесь такой беспорядок? Генка, это точно ты? Конечно А-а, кто же еще? Может ты опять дикий вурдалак? Что за нелогичные предположения? Кажется, наш Гена вернулся Это что здесь у вас происходит? Да вот В приставку играем Совсем с ума посходили? Куда только мама с папой смотрят Никаких больше игр Лучше уболкой займитесь А я говорил Ничего хорошего От этих игрушек не будет Во-во Мне точно больше играть не хочется Ну что, сделали уболку? Сделали А приставку можешь себе оставить Спасибо Мне осталось совсем немного до пятого уровня Ой Потомки скажут спасибо Здорово Прямо ухты-пухты Это я так Просто разминался Мне бы кубиков побольше Я бы тебе показал Ухты-пухты Больше нет Буговки закончились Да Их всего ничего Жаль, что в нашем алфавите так мало Гвоздь мне в кеды Привет Тимохо, ты хочешь прославиться? Хм, хочу А как? Легко и просто Есть идея На миллион Скажи мне, друг Сколько букв в нашем алфавите? О-о-о-о-ну А-э-э-и Стыдно, Тимохо В нашем алфавите Тридцать два Малыш, сколько всего у тебя кубиков? Тридцать три Ага В нашем алфавите Всего тридцать три буквы Ну а почему не двадцать три Или не сорок три, а? Столько надо, наверное А кто решил, что надо именно столько? Мне, например, мало Слов вон сколько А букв всего ничего В общем, есть такая идея Надо еще одну букву придумать Давай, а? А зачем? Как зачем? Мы же открытия совершим Нас тогда и по телевизору показывать будут И в газетах про нас напишут Здорово А Елена Анатольевна нам сразу за год пятерки по русскому поставит Так чего ты тянешь? Давай скорее придумывать Тимохо, во! Смотри А так? Только и можешь критиковать У самого-то что получилось? Вот Умираю Эта буква? Да пока ее напишешь, рука отвалится Да Что-то не выходит Давай сначала придумаем, как наша буква будет называться Вот, пожалуйста Х Не, Тимох, так не пойдет Это плагиатом называется Ты же две буквы вместе сложил Г и Х Ты лучше не торопись и подумай хорошенько Дружок, нарисуй мне красиво все буковки Точно Надо записать все буквы алфавита И тогда станет понятно, какой не хватает и где Малыш, неси свои кубики А, Б, В, Г, Д, Т, нет, К Ну-ка дай мне Ага Е, Ё, Ж, З, Н, С Ох Е, А, нет Вспомнил И, и краткое Что же дальше? Ты тоже об этом думаешь Ага Тут 33 буквы никак не выучишь А ты еще одну выдумать хочешь Это что же получается Мы сейчас придумываем новую букву А вдруг потом кому-нибудь еще захочется Напридумывает букс-то Попробуй-ка выучи все Да мы с тобой вовремя остановились, дружок Ах Не расстраивайся Ты прикинь Сколько мы человек от двоек спасли Вот увидишь Нам потомки за это еще спасибо скажут Теперь 33 буквы собирать Хорошо, хоть не 34 Ни капельки не страшно А на следующую ночь Шторы разбудили девочку Девочка, девочка Вставай Девочка встала Дружок Надоел ты уже со своими историями Девочка, девочка Подойди к окну Девочка подошла Ночью свои байки трави А не за завтраком Эффект не тот Шторы схватили девочку И выбросили ее в окно Гвоздь мне в кеды Вот умора С ума сошел, что ли? Ну вообще Испугались, испугались Все, дружок Ты доплыгался Теперь наша очередь Да Держись, дружочек Теперь мы тебя напугаем Ой-ой-ой Боюсь-боюсь Я прям от страха убегаю Буду ждать Счастливо оставаться Всем привет Есть кто дома? Опа Эй Ку-ку Где вы все? Спите, что ли? Всем стоять Что? И правда меня напугать решили? Ой-ой-ой Как страшно Ну прямо волосы дыбом Думаете, я такой же трусишка, как и вы? Испугать дружка невозможно Моя комната Моя крепость Не на того напали Кто здесь? Успели, значит, пробраться Девчонки Лучше выходите, пока я добрый Нечего вам тут прятаться Вот вы где Попались А я и не испугался вовсе Так просто Покричать захотелось Я вообще кричать люблю Вот вам делать нечего, а? Ну все Надоело с вами в прятки играть Мое терпение лопнуло Дружок добрый Но если его довести Я вас найду Из-под карандашей достану Вы меня не проведете Гвоздь мне в кеды Ну давайте Выходите уже Я все равно вас не боюсь Выходите Что у тебя тут за разгром? Ого Думаю, маме Эта обстановка Очень понравится А где вы прятались-то? Прятались? Прятались? Да мы только что Домой вернулись Так вы не собирались Меня пугать, что ли? Ой, а мы и забыли Спасибо, что напомнил Мы тебя завтра напугаем Готовься Как страшно Ну прямо волосы дыбом Дружка напугать невозможно Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»